Владимир Борисович, в последних выпусках Ретроспективы вы нам рассказываете о превосходных архитектурных сооружениях в нашем городе. О чем сегодня пойдет речь? Я подготовил короткие сведения о возведении в конце 20-го, в начале 21-го веков мемориального комплекса в честь Курской дуги 1943 года. Строительство мемориального комплекса завершило создание превосходного памятника подвигу советского народа в Курской битве. Да, это вершинные работы. А когда впервые раздались голоса воссоздать памятник в честь победы на Курской дуге? Это уже в 1948 году в местной прессе предлагались варианты увековечения этого события. Ну, предлагалось создание мемориального уголка у драматического театра нынешней филармонии в виде вечного огня. Затем в барабане Знаменского собора надо было организовать мемориальную выставку. Ну и потом еще я хочу сказать, что и архитектор Теплицкий, и архитектор Семенихин в разные годы они предлагали различные варианты. А когда возникла мысль соорудить грандиозный памятник Курской битве? Вот когда выдающийся скульптор Евгений Вучетич закончил свою знаменитую работу в Волгограде, он сразу же занялся мемориалом Курской битвы. Мне посчастливилось в 1966 году, это было летом, присутствовать на общественном обсуждении этого проекта Вучетича. Был сам автор, он привез макет будущего мемориала, живописную картину и рассказал присутствующим о задуманном. Как встретили это сообщение курские скульпторы и художники? Курская художественная общественность встретила его предложение очень плохо. Я вспоминаю только Тихона Прохорчука, скульптора, и художника Михаила Завутникова, которые поддерживали эту грандиозную идею. Но еще остался в моих ушах злобный клёк от скульптора Розы Трегуб. Но, несмотря на это, Вучетич добился начала строительства монумента. Со всем размахом строители приступили к возведению мемориала. Уже было забито 1800 железобетонных свай, но вдруг Вучетич умер. И строительство остановилось? Значительно позже группа скульпторов и художников во главе со скульптором Бондаренко предложила свой вариант мемориала. Что он из себя представлял? Ну, на том фундаменте, который уже был создан для проекта Вучетича, эта группа предложила возвести наклонную арку, увенчанную звездой. Ну, и вскоре началось строительство монумента. Уже были возведены высокие леса строительные, но развал СССР все погубил дело. Когда же началось строительство нынешнего монумента? Уже осенью 1997 года начались подготовительные работы. На месте Бурелома, Рвов и Подлеска в северной части шоссе, которая уходила от улицы Карла Маркса, развернулись строительные работы. В итоге была сформирована площадка в 6 гектаров. Тут же стали проводить инженерные сети. Вот на том месте, где сейчас стоит арка, стали забивать железобетонные сваи и тут же начали готовить ростверки. В апреле 1998 года развернулись строительные работы вовсю шире. Кто автор проекта монумента? Комплекс был создан под руководством губернатора Александра Рудского. Над проектом работал Валерий Михайлов, Курск, Пахомов из Москвы и вообще группа московских архитекторов из МОСПроекта. Назовите основные объекты мемориала. Ну, в первую очередь, конечно, это Триумфальная арка, увенчанная конной статуей Георгия Победоносца. Совсем рядом от арки воздвигнут памятник Георгию Жукову. В комплекс даже вошли могила неизвестного солдата и значительно позже был воздвигнут храм Георгия Победоносца. Завершением всего этого мемориального комплекса являются смотровые площадки, где установлены образцы боевой техники времен Отечественной войны. Кто строил мемориал? К строительству были подключены многие строительные организации Курска, а также Метрострой Москвы, Тульские границчики и Судзанская ДРСП. Кто из скульпторов работал на мемориале? Это была целая группа курских скульпторов. Это Николай Криволапов, это Владимир Бартенев, Игорь Минин, Геннадий Дреев, Олег Горякин, Александр Жиренков. Когда было завершено строительство первой очереди мемориала? Трождественное открытие Триумфальной арки состоялось 8 мая 2000 года. И очень ценно, что только что вчера избранный президентом страны Владимир Владимирович Путин уже 8 мая был в Курске на этом торжественном открытии. Вот с храмом Юрия Победоносца более длительный период строительства был. Это было связано и с строительством, и с его оснащением. Он был открыт 5 октября 2008 года. Редактор субтитров А.Семкин